Абу Ханифе, он также очень за собой следил. Очень следил, чтобы у него была прекрасная, красивая одежда. Очень хорошо выбирал одежду. Говорится, что его накидка стоила 30 динаров. И также он очень много душился. Его можно было заметить, узнать по запаху, что идет Абу Ханифе, рахмаллах. Как он начал брать знания? Знаете, что в городе Куфа, это там, где родился Абу Ханифе, там было на то время очень много разных течений, много разных было сект. В Сараяне, например, были такие школы до ислама еще, где обучали греческую философию, также обучали там персидские какие-то знания, от персов приходила мудрость персов. Однако в Ираке также было, христиане жили, то есть среди христиан даже там были течения, между собой они разногласились в своих вероубеждениях. Было очень много смут, политическое неспокойствие в Ираке в то время, были шииты, в деревнях жили хариджиты и хавариджи. Хавариджи – это те, которые говорят, если человек, мусульманин, совершил какой-то большой грех, он вечно зайдет в ад, если не сделает таба. Например, если человек совершил прелюбодеяние, не успел попросить у Аллаха прощения, он вечно в аду. Хотя это не так, Аллах, прощающий, милосердный и мусульманин, даже если он будет наказан в аду за какие-то грехи, все равно он в итоге выйдет и будет в раю. Однако вот такие вот были христианы. Были такие му'атазилиты, которые говорили, что Кур'ан – это создание Аллаха. И были таби'ины. Жили вот эти таби'ины, те люди, которые видели сподвижников, и они давали также знания, распространяли знания. В то время было три вида кружков знаний. Один – халакат мудзакира фи усули ла'кайд, ахли лфирак. То есть один из кружков – это там, где люди обучали, как проводить диспуты с другими течениями, как проводить диспуты с другими сектами, с какими-то. Второе – это второй кружок – этот кружок по изучению хадисов пророка Мухаммада и цепочки. И третье – это школа фиқа, мусульманского права. Абу Ханифа выбрал школу мусульманского права, школу фиқа. После того, как изучал другие знания, другие науки, то есть он также изучал хадис, также полностью Кур'ан он знал наизусть, по риваяту Асаме. Также он знал, именно у него был вот этот то есть он умел проводить диспуты, то есть он очень был крысноречивым. Абу Юсуф, его ученик передает, то есть когда он у него спросил, почему ты выбрал именно фиқ? Как ты нашел успех? Успех в области мусульманского права, фиқа. Он отвечает, то есть успех был от Всевышнего Аллаха. Только ему принадлежит Всевышнему Аллаху, Субхану Тааля, наша хвала, так как ему это принадлежит только одному Всевышнему Аллаху. Абу Ханифа говорит своему ученику Абу Юсуф. Когда я хотел получить знания, все другие науки я поставил перед своими глазами. Каждую науку по отдельности я почитал, изучил. И я подумал о последствиях то, что будет за этим, и какая польза от каждой из науки. Факулту, ахуду фил-калам, ثума назарт, Он говорит, я посмотрел вот именно знания, то есть как вести диспуты, как вести диспуты с другими течениями, вот эту некую такую философию. Я посмотрел, что там пользы мало, все не сможешь всегда сказать. И потом все равно найдутся такие люди, которые будут говорить, а, это следует своим страстям. И я ставил это. Потом подумал, может быть мне грамматикой заняться, литературой. Посмотрел итог, итог какой, ко мне придут дети, я с детьми буду всегда проводить время, сидеть и обучать их грамматику и литературу. Оставил. Потом думал, может быть мне стать поэтом. Говорит, я посмотрел, что дает, как бы именно, если я стану поэтом. Посмотрел, подумал, что там очень много хвальбы, похвалы, очень много написаний и очень много ложей. То есть бывают такие, которые специально придумывают стих в пользу кого-то и не от сердца, а именно на словах, вот так красноречиво. И там много обмана, говорит. Потом думал, взять Кур'ан, Киро'ат, вида чтения. Я сказал, что если начну развиваться в области Киро'атов, Кур'ана, я посмотрел, что ко мне много людей начнут приходить, то есть много времени он на это потратит. И тоже как бы говорить в смысл передавать Кур'ан, это тяжело. Потом я сказал, может быть, мне взять знание хадиса. Он говорит, если я подумал, если мне много хадисов собирать, то на это понадобится много времени, много жизни, много лет, чтобы люди брали от меня. И некоторые Некоторые найдутся такие, которые будут говорить, что у меня была плохая память, что и до судного дня это останется за мной. То есть будут говорить, что Абу Ханифа как бы плохо знал хадис. Потом, говорит, я обратил внимание на фиq, на вот это мусульманское право. И каждый раз, когда я обращал на это внимание, я смотрю, что это придает только почет. И я увидел, то есть сидеть среди ученых области фиqа, брать от них вот это нравственное качество, это дорогого стоит. То есть это великий, это почет. И я понял, что именно чтобы наша религия, чтобы узнать, что халяль, что харам, как поклоняться Всевышний Аллаху, только можно после того, как изучить фиq, то есть углубиться в познание фиqа. Несмотря на это, как Абу Ханифа знал хадисы, Абу Ханифа знал весь Коран наизусть, также знал грамматику арабскую, также знал стихи, литературу. Также он мог вести диспуты, даже ездил для того, чтобы проводить диспуты в Басру. Иногда там год проводил времени, чтобы проводить вот эти диспуты.